Всем привет, ребят, добро пожаловать в Море Воров, если вы новичок, это видео вам по-любому поможет. Здесь будут 30 советов исключительно PvP. У меня на данный момент 3700 часов в этой игре, и я вам всё расскажу по своему опыту. По этим советам вы узнаете многое и точно станете лучше. И я буду рад, что они вам помогут. Вы на канале Мурмышоу, приятного просмотра. Итак, ребят, всё у нас начинается на самом деле с простого, с форпоста. Вот мы появились на форпосте, и нам нужно залутать наш корабль. Потому что вы постоянно спрашиваете, где же ты берёшь столько ядер и всего остального. Это всё находится вот здесь вот в бочках. Не забывайте всё это брать, кокосы нам не нужны, потому что мы играем PvP. Кокосы очень мало хилят, и они нам не нужны. Вот кнепелёчки нужны, кнепеля, ядра, магические ядра, ананасы, манго можно брать, бубенцы вот эти вот, ядра опять же, и так далее. Пролутываем весь форпост. Если, например, вам этого не хватает, можно отправиться на следующий остров и ещё залутать там. Также, если у вас капитанский корабль, можно подойти к торговому союзу, посмотреть предложения, посмотреть ресурсы и грузы. И здесь купить ядра, ящик для хранения, в него можно залутать на форпосте и также на островах. И, конечно же, доски. Всё это помещаем на наш корабль и плывём. Тем самым у нас получается много ресурсов на корабле для битвы. Это тоже важный момент, многие не понимают, как это сделать, для чего это делается. Сначала разберёмся с эмиссарками. Например, мы хотим играть за сокровища Афины. Сокровище Афины находится на любом форпосте. Вот такой вот столик, подходим, просто голосуем и потом уже дело на корабле. Сначала разберёмся с эмиссаркой. Это, например, сокровище Афины. Также на любом форпосте есть кости. Вот так вот они выглядят, вот с таким вот скелетиком. Сюда подходим и сюда тыкаем один раз. У нас, получается, открывается эмиссарка. И мы уже можем выступать за эмиссаров костей. Теперь об эмиссарках. Если мы ставим, например, костей и в пвп битве мы победили Афину, берём этот афинский флаг и привозим также на любой форпост и сдаём вот этому вот скелету. На всех форпостах он один. Если мы играем за Афину, если топим костей, у нас костяной флаг, можно сдавать вот ему. Таинственная персона, он стоит также на любом форпосте. Итак, когда мы поставили эмиссарку, выбрали свой путь, либо кости, либо Афина, бежим уже на наш корабль, чтобы погрузиться под воду. Мы уже залутались. У нас есть часы. Прожимаем часы, например, за Афину. У нас появляется карта. Открываем эту карту и голосовать за сражение за Хранителей Сокровищ. И всё, что нам требуется, это поднять якорь, пустить паруса и отправиться в плавание. Перед этим, конечно же, залутать свои карманы всякими нужностями, которые нам помогут в этой битве. Это доски, еда, нормальная еда, ядра, бомбецы, кнепеля и так далее. Магические ядра, например. Когда мы отдаляемся от форпоста, у нас начинается музыка и идёт уже погружение под воду, где нам будет искать соперника. Выбор оружия. Что же выбрать за оружие нам? С какого нам пострелять? С чем лучше бегать? С мушкетоном, с саблей, с пистолем или с дальнострелом? Если вы задаёте таким вопросом, на самом деле ответ будет простой и очевидный. Вы должны сначала поиграть, понять, с чем вам проще играть, с саблей или с дальнострелом. Но вообще разные бывают ситуации на корабле и в бою, в зависимости ещё на каком вы корабле играете. Если, например, на шлюпах, вообще без разницы, с чем играть. Главное, чтобы у вас был дальнострел, дальше вы уже это поймёте. А так можно выбрать и пистоль, и мушкетон, и саблю. Это уже с чем вам удобнее, и с тем вы будете бегать. Плюс, например, мушкетона в том, что можно ваншотнуть, но в игре есть некоторые проблемы, когда вплотную ты подходишь, стреляешь, и он не ваншотает, такое бывает на данный момент. Саблей можно рубить, она станет, можно поставить блок, если против вас сабля. Есть такой тоже бонус у сабли, когда вы зажаты, вот так вот противником не можете пройти, делаете блок, там нажимаете пробелы, и перескочили через него. Ну это так, мелочи. Огромный выпад, вот такой вот дэш. То есть плюсы есть, а для каждого эти плюсы по-разному работают. Мне, например, удобнее всего играть с мушкетоном. С пистолью, это такое скиллозависимое оружие, с ним нужно привыкать очень долго, но прикольно. Оно быстро перезаряжается, так что, ребят, вы сами поиграйте, и не забивайте голову, с чем прям лучше играть, а с чем вам удобнее с тема играть. Годный, конечно, совет, но и так оно и есть. Итак, как стрелять с даблгана? Тут на самом деле все легко и просто, вот у нас нету оружия, ребят, да? Мы всегда должны идти, жать на W, я это уже говорил в тысяче роликах. Нажимаем 1, shift, это для скипа анимации, правая кнопка мыши, стреляем. 2, shift, правая кнопка мыши, то есть shift у нас сбивает анимацию, и стреляем. И, например, быстро, как это работает? Вот мы стрельнули, 2, shift, и стреляем. У нас быстро скипается анимация, этим пользуются практически все, или, наверное, многие. То есть мы вот бежим, и еще есть такие ситуации, ну, в принципе, мы с этим поняли, 1 shift, правая кнопка мыши, стреляли, 2 shift, правая кнопка мыши, стреляли, и у вас будет все получаться, когда вы будете все это делать, как бы мышечная, или как она там называется, память. Для чего растрясать вот так вот дальнострел? Бывает то, что он не стреляет, и, например, на корабле к вам залезает бордер, вы по нему стреляете, и нужно именно растрясти где-нибудь там 2-3 раза, и уже идет стрельба с дальнострелом, потому что бывают такие моменты, то у тебя забагается прицел, то не выстрелит дальнострел, и именно для этого растрясается. Вы, наверное, на стримах могли такое видеть, там у любого абсолютно стримера, кто играет уже давно в эту игру. То есть вы, например, скинули, достаете, трясанули и сразу стрельнули. Вот это называется даблган. И еще раз для закрепления я вам покажу. Правая кнопка мыши, стреляем 2, shift и стреляем опять. Вот это называется скип анимацией даблгана, которые пользуются все. Просто изучите эту комбинацию, и все у вас будет хорошо. Вот эта вот штука очень важная. Вы, например, вылетаете на абордаж, или вам также нужно вернуться на свой корабль. Раньше эта тема работала тем, что вот здесь вот растрясаем, в прицеле заходим, и был всплеск меньше воды. Сейчас вот слушаем. Ну, то же самое. Все равно эта вода есть, то есть это пофиксили уже давным-давно, и вы спросите, для чего же все-таки это нажимается? Я на стримах это постоянно делаю, в прицеле захожу. Все это для того, что мы, когда залезаем, здесь сразу выхватывается мушкетон. Это все делается для того, чтобы бахнуть того, кто стоит прям мгновенно, да? Раз в прицел зашли, ши вправо кнопкой мыши, и мы сразу уже в прицеле. То есть, ну, когда мы будем залезать, мы будем видеть, где он стоит у нас, чел, и чтобы сразу выстрелить по нему, либо ваншотнуть, либо просто откинуть, чтобы нам куда-то пройти в другую область корабля. Сейчас я вам покажу наглядный пример, когда мы делаем, например, с тем же без мушкетона перед лестницей. То есть, мы просто залезаем, один шифт, и он не достается! И мы теряем очень много времени, за которое нас, короче, убивают. И сейчас давайте еще раз посмотрим вот с этим прицелом. Прям быстренько, долго затягивать не буду это видео. Вот так вот залезаем. И у нас сразу он есть. Вот для этого я нажимаю прицел перед лестницей. Итак, ребят, как же понять, куда летит ядро? Обычно в PvP у нас корабли идут на закрут, это сложно стрелять, то есть не по прямой, нужно брать упреждения. И, например, ядра у нас бывают, летят либо низко, либо очень высоко куда-то, либо ты нацеливаешься на у тебя пушка примерно вот так вот, например, да, это полетит куда-нибудь назад корабля, то есть тут есть баллистика. Вы могли заметить на стримах то, что я стреляю, ну вот, ядро даю и пушку вниз увожу. Это для того, чтобы трассер от ядра, вот видите, я смотрю на трассер, и вот мимо. Получается, пристреливаемся еще и смотрим на трассер. И вечно мотыляю пушку. И стараемся попасть по кораблю. Ну и, в принципе, на этом все. Всегда смотрите на трассер, попадает или не попадает ядро. То есть выше-ниже уже берете и, конечно, соблюдайте баллистику ядра. То есть немножечко ливии уводите по ходу корабля, и ядро будет лететь четенько. На этом примере здесь уже корабли близко. Если стрелять прямо в корабль, ядро у нас будет улетать куда-то назад. Нам это не нужно жопу разбивать. Даем вперед. И у нас ядро будет выбивать либо пушку, либо мачту и так далее. Мы нанесем так больше урона. До этого я говорил, то, что дальнострел очень важен на шлюпах. Например, вы либо штурвалист, либо на пушке, неважно. Нужно стрелять, накидывать по пушкарю с дальнострела. Если мы будем прямо вот так вот выцеливать пушкаря, у нас пуля будет улетать, видели, куда? Куда-то далеко. Здесь тоже нужно брать упреждение и прямо вот пониже по кромке корабля, и тогда у нас будет шанс больше попасть по пушке. Тем самым пушкарь у нас будет отъедаться. Вон он там бегает. Также можно по рулю накидывать и так далее. Прошел хиточек? Нет. У меня был хит. Вот такое бывает, ребят, когда попадаешь, регистрация не регистрирует. Но вы все равно стреляете. Это работает. Зачем же нужен огонь? Мы вам покажем, как это вообще работает, почему мы бросаем крайне редко огонь в пвп-битвах. Потому что, вот смотрите, на корабле есть дырка, то есть там течет водичка, которой можно затушиться. И вот я кидаю огонь, а Ксения будет у нас тушить все это дело. Я прям буду закидывать, вот как это бывает. ПКД просто кидаю. И нам, например, нужно тушиться и ей нужно ну не тушиться, а забивать корабль, чиниться. И то есть мы успеем забить только одну дырку, а то, что у нее уже вода есть, она это все потушит. То есть помехи практически никакой нету. Бывает, это работает, когда, например, дуа шлюп, когда один контрит, второй накидывает огонька, один другого там убивает, но это все ситуативно, и чтобы помешать вот ластовому игроку, который остался в команде, чтобы его прям задушить, так сказать, что по-моему не было слотка воздуха на его корабле, тогда уже можно огоньку подкинуть, а так он практически бесполезен. Лучше за это время накидать ядер или зачинить свой корабль, нежели кидать огонь. Но это как по мне, если у вас какая-то там есть другая стратегия, вполне возможно, то что вам это все помогает. Я ничего против не имею, я, например, огнем практически не пользуюсь. Именно из-за того, что это все быстро тушится, особенно на шлюпах. Если на галеоне и на бригантине, это уже другой разговор. Итак, ребят, что делать, когда падает мачта? Вот мне сейчас летит мачта, мне нужно дать угол. Вот один раз уже Ксения попала, здесь мачта уже падает, мы в закруте, нам срочно нужно держать. Если вы играете, например, один на один, неважно, или два на два, всегда делайте мачту. Кидаю еще, и мы за это время должны починить. Обязательно починить, потому что если мы тупо встанем, это будет очень плачевно, очень фигово, и лучше всего отплыть, зачинить до конца уже мачту. Как это работает? Нам сбивают мачту, начинают вокруг нас крутиться, вот нам дали опять мачту, всегда сразу держим ваш товарищ, либо вы сами, самое главное оставаться на плаву, потому что если вы будете статично стоять, вокруг вас будут плавать, и пиши пропало, у вас будет очень много дыр, нужно и мачту забить, и остальные дыры забить, и можно сказать то, что вы проиграли. Еще бывают такие моменты, второй вариант, вот например нам положили мачту, и мы, ну никак у нас не получилось короче ее поставить, есть выход из ситуации, конечно, можно залошить так то, что это не получится, но есть вариант то, что получится. Мы, представьте такую ситуацию, мы это все чиним, вот настреливай по кораблю, Сень, мне нужно и чинить, и стрелять, и отъедаться, и так далее, у нас идут дырки, обычно как я это делаю, я это все вот так вот, вот так вот, вот так вот, и стараюсь, чтобы вот здесь уже был книпель, и когда он уже здесь плывет, пытаемся сбить тоже мачту, обездвижить корабль, это все не выдумки, очень часто я этим пользуюсь, и пока они чинят мачту, мы можем свою починить, если у нас немного дыр, либо поставить угол и так же контрить корабль, мы поставили уже угол, и можем тоже накидывать, только в этом моменте уже нужно выбить пушкаря, и сбить опять же мачту, только так, в принципе, можно выиграть этот бой, но не забывайте вот про воду, обычно в соло-играх это очень сложно все дается, нам нужно контролить все, вылили несколько ведерок, и опять накидываем, главное, чтобы у них корабль не двигался, ну или у соло вашего соперника, опять там два ведерка забрали, вылили, забились, и опять же накидываем, если видите то, что скинул, пробуйте книппель, зашел книппель, подвернули, опять накидывайте, ну в принципе тема понятна, ситуация ясна, думаю здесь размусоливать на долгое время не будем, вот такие вот две ситуации, всегда держите мачту, а если она уже упала, пытайтесь так же сбить мачту, обездвижить вашего противника, когда давать книппель, и как же им орудовать правильно, правильнее всего, может конечно не залететь книппель, может не зарегистрировать это попадание, но я вам покажу как в принципе пвп битва проходит, мы идем левыми бортами друг к другу, и нам нужно раскидать сначала пушкаря, чтобы ему было плохо, потом уже можно в принципе накидывать ядра, либо если корабль вражеский от нас прям уходит, и мы хотим чтобы он остановился, можно пробовать ядра, вот я например попал сейчас ядро в мачту, и можно было бы попробовать еще книпелечек так на верность накинуть, но сейчас я это не буду делать, потому что что, потому что уже мачта там зачинена, накидываем значит еще раз, ищем траекторию, по которой я вам показывал, смотрим за трассером, куда летит ядро, если соперник не особо падает, можно попробовать в принципе парочку нипелечек кидать, заметьте, куда я увожу пушку, она уходит намного левее, ой нету штурвала, я тебя сбил мачта, да, ты чинешь? да, чиню, вот, поставила, поставила, и прям берем для книпеля большое упреждение, чтобы попасть в мачта, это, блин, хреново, что мне штурвал разбит чуть-чуть, ой, корабль тонет, даем на верочку, подлил себе, а ты полностью зачинил, а сейчас попал я в мачту? попал, да, о, сложно это все соло, сложно, ну ничего, мы боремся, боремся, начинаем чиниться, как вы поняли, у нас есть два пути, когда, давайте, книпель, это когда перекинул своего товарища, так сказать, по битве, чувствуешь то, что ему нужно поесть, в этот момент можно уже накинуть книпелечек, если вы играете дуо, если прилетает чугун к вашему оппоненту, это то есть ядро, когда залетает в лицо, вы его убиваете, пока его тиммейт резает, можно накинуть книпель, вот в такие моменты, если корабль идет вот так вот, тоже можно в принципе попробовать, берем небольшое упреждение и стараемся попасть, вот один зашел, еще упреждение, второй зашел, выворачиваем, поднимаем немного пары, чтобы быстрее угол появился, берем ядра книпеля и все остальное и опять стараемся накидать, здесь уже нужно постараться по пушкарю работать в районе мачты, чтобы опять сбить мачту, главное не поймать чугун, если вам прям сильно залетает, там на пол хп обязательно отъедайтесь, здесь можно, вот видите, у меня хп дофига ушло, я всегда начинаю есть, в одном гайде пошел другой гайдер, синий, ну вы что, намыгать, снимаем, ну что же происходит, да, я просто стреляю, вот и здесь можно книпель пошел, ну короче зашел там книпель, ну в принципе теория, я думаю, ребят, понятно, все к себе не стреляет, вот у меня сейчас так отхерачиваешься, книпеля заходили, заходили, зеленые и фиолетовые ядра, зеленые ядра, например действуют на игрока, фиолетовые ядра на корабль, например зеленку нам могут дать это грок, когда мы там будем блевать или танцы, или сон, фиолетовые ядра дают, например балласт, когда у нас поднимается вода в трюме, если у нас есть дырки, якорь, давай, Ксения, вот якорь мы сейчас и продемонстрируем, зеленку мы к сожалению не зашли, где мы бы не были, вот фиолетовое ядро зашло, якорь у меня упал, здесь уже нужно поднимать, то есть магические ядра, не то что упрощают, просто помогают нашему бою, в принципе тут ничего такого сверхъестественного нету, и погнали дальше. Не забывайте ребят про гарпун, он нам тоже помогает в пвп битвах, например вы крутитесь в карусели, знаете то, что у вашего противника много дыр, если он не будет чинить, он потонет, нам поможет гарпун, с него конечно попадать сложно, то есть нас мотыляет вот этими всякими волнами, но в принципе можно при гарпунете и вот здесь вот так вот сделать. Конечно, это будет не статичная ваша цель, Ксения, потому что для ролика это все делать, как бы, вот, когда вы при гарпунете, он уже поймет, что здесь нужно прыгать, бегать, но нужно это иметь ввиду и постараться его все-таки как-то приложить. Дело в том, что вы можете его скинуть куда-нибудь за борт, или начнется у вас махач и вы его рубанете, даже если он вас, если у него больше дыр, конечно же он потонет, он не успеет вернуться на корабль. Если, например, нет угла на пушке, чтобы он выстрелил с себя обратно, русалка у него появится не скоро, в этом плане гарпун работает хорошо. Еще есть случаи, когда вы стоите состыкованно корабль с кораблем, гарпун тоже помогает поймать противника, пахнуть, второй у него чинит, можно вдвоем уже отправиться к нему, потому что первого вы уже убили. Используйте гарпун, это реально очень хорошо работает, не забывайте про такую вещь. Поехали дальше по списку. Речь про абордаж, это тоже будет теоретическая часть, особо здесь показывать нечего, просто нужно понять такие штуки, когда, например, вы вдвоем играете, вы только начали и напарник берет уже пушку, выстреливается или с сабли прыгает и ты такой, че, а че мне делать-то, мы даже ядер не накидали. Вот таких моментов, чтобы не было, не делайте, так сказать, глупости, если вы хотите победить. Идите на абордаж только в тот момент, когда вы очень прям хорошо накидали, вы уверены, что, ну там у них, например, уже пушка не работает, они там вдвоем чинятся, или вы соло играете и по вам уже не идет стрельба, а вы чувствуете, что накидали вы можете туда отправиться, только преждевременно, конечно же, заверните корабль полностью там в левую или в правую сторону, чтобы у вас не закинуло за зону и отправляйтесь туда на абордаж. Можете даже, вот вы пошли на абордаж, у вашего соперника все плохо, обязательно берем ведро водички, чтобы ему там черпануть. Например, вы забираетесь по лестнице, Ксень, встретишь меня, только не убивай, ну не стреляй, не, с другой стороны. Вот вас встречают, вы понимаете, что вы не залезете, он побежал опять чиниться, можно ему вот так вот подлить и дальше там спамить вот отсюда вот бомбинцами, чтобы ему еще доставить хлопот, потому что бомбинцы, они откидывают, он может черпануть себе там в борта, у него хп убавляется. Вы попали пять бомбинцов или там три, например, без разницы, уже можно будет попробовать залезть, так же, как я вам говорил, с мушкетоном, с прицелом залезаем, потому что может встретить, да, кстати, вот отсюда часто встречают, отсюда либо убивают, либо бывает, шотает, вот где Ксения стояла, вот отсюда вот, тоже это имейте в виду. Нужно всегда чекать, когда залезаете, мышку вниз, и вот отсюда должно быть видно, то есть ноги, можно не торопиться, например, как я, вот так вот залезли потихоньку, вот тут все прекрасно видно, когда ваш противник подбегает, если подбегает, тогда, ну, конечно, спрыгнуть вниз и опять мешать, ну, и пытаться уже как-то залезть. Если вы залезли, здесь уже вот начинают мансы, и это мы рассмотрим немножечко позже. Ну, и здесь дальше мешаем, у него уже здесь по карту, главное самому не мельтешить, потные руки убираем, чтобы руки не тряслись, все будет хорошо, вы победите и самое главное это держать в уме и преждевременно не выстреливаться на абордаж, потому что это создает ошибку только вам. Очень сладко звучит вот этот вот успешный абордаж, когда мы забираемся, но, в принципе, когда мы забрались и мы уже находимся здесь, самые позиции для вашей стрельбы, вот вы забрались, да, у вас противник понимает то, что вы будете сверху, он может убежать туда, либо сюда к вам, самая такая дефолт ситуация вот здесь вот стоять, потому что вас блокирует немножечко шпиль и блокирует, конечно же, рулевое колесо и отсюда можно отыгрывать, можно прыгать, слева, лево-вправо ходить и начинается там стрельба, пытаться накинуть, вот, сейчас я не попадал, конечно, потому что мы как бы снимаем, вот, но ситуация такая, следующая ситуация, если вас уже никто не ждет, вот вы оценили обстановку, обычно я так делаю, посмотрел, опа, здесь никого нету, можно прыгать вниз, но смотрите, здесь уже, вот здесь такая фигня, здесь уже вот так вот Ксения может ждать, как бы, она услышала то, что кто-то залез, и может вот так вот стоять и ждать, ну и сейчас давай сыграем такую фигню, ты там типа черпаешь, я прыгаю, и что у нас из этого получится, я залезаю, только подпусти меня, то, что я успешно как бы залез, там у тебя много воды, все, я залез, погнали, смотрим, что получится, ну, примерно вот так, смотрим, следующий совет, как уйти от контроля на лестнице, ребят, здесь вообще ситуативная тема, вы во множество роликах уже, наверное, и в моих видели, то, что вот мы забираемся, сейчас, не стреляй пока, мы спамим, спамим кнопкой F, и пытаемся сбить, это тем самым может не зарегистрировать урон того, кто смотрит, или вообще его сбить, потому что всякое бывает, и мы сейчас это будем пробовать, как бы, я вам показал, как это делается, и мы сейчас попробуем, вот, как это получится, готово? Да. Поехали. Вот я цепляюсь, как уйти? И меня встречают с дальнострелой, то есть, Ксения опытный игрок, и в принципе, это не получится, но бывает такое, то, что не регистрируют урон, или, например, игрок не такой опытный, тогда вы залезете, но если вас уже контролят, и если вы залезли, это просто успех, просто, так сказать, упало тем местом монеты. Давайте попробуем еще раз, как бы, закрепим вот это все, ты готова? Да. Давай, залезаю, пробуем. Ну, видите, то же самое, и встречают как бы с дальнострелой. Тут, конечно, я бы уже второй раз не зацепился, но как мы проверяем, как это все заходит и работает, работает это вот так вот, от контроля на лестнице, никуда не деться, если вас смотрят, все будет плачевно, ребят. Что делать при хитах? Ксень, дай, пожалуйста, мне дальнострел. Не попало, еще разочек. Еще раз. Вот я получил хит, ребят. Отъедаемся бананами, вот смотрите. Раз. Два. Три банан. И то есть, мне не хватило, мне нужен еще четвертый банан, чтобы отъесться. И вот я ем четвертый, и мы получили полное хп. Прикиньте, сколько времени у нас ушло, чтобы заполнить полное хп после хита с дальнострелой. А если залетит ядро, и у нас там чуть-чуть останется, или, ну короче, уже без или. Очень долгое время уходит на бананы, кокосы, и вы меня спрашиваете, почему я всегда выкидываю бананы и кокосы, когда лутаюсь там на стрим, в пвп мы куда-то собираемся. В пвп работает только ананасы, мясо мегалодона, манго, конечно, можно отъесться, и потом уже, например, гранаты, это уже прям на худой конец. Рыба должна быть, вот это вот колесико от рыбы заполняется, так же и от мяса, оно нас хилит, но это не особо помогает, когда у вас прям мало хп, и вас все равно в любом случае заберут. Но когда долгое противостояние, и вы убегаете, например, чиниться, и у вас уже еды нету, или тот же банан, то вас отхилит, конечно же, вот это вот колесико. Ну а так, у нас тема та, что вас, например, только вот попали, вы обязательно должны отъесться, прям мгновенно, всегда следите за своим хп. Я очень часто замечал, то что стоят, например, на пушке, в них попали, и они продолжают стрелять. Такого быть не должно, всегда отъедайтесь, чтобы накинуть больше своему сопернику. Не забывайте про нормальную еду, кокос и бананы убирайте, это уже прошлые веками, никто не питается, если только подгрок где-нибудь на форпосте. Единственное, пвп про это забудьте. Как правильно, ребят, принимать бордера? Здесь, на самом деле, существуют некоторого плана, такие ходы, как принимать, вот, поднимайся чуть повыше. Вот, Ксения поднялась, да не, не прыгай, я сейчас все равно не стреляю. Мы можем принимать вот так вот прямо, и как раз таки, Ксения, когда жало F, вот жми F, видите, пропадает, и прям еще вот так вот делай-делай, вот поднимается F, ну, жми-жми-жми-жми, то есть падает, и мы можем промахнуться, то есть попадем в тайминг, когда она нажмет F, отпустит с лестницы, и нам перезарядка, у нас остается дальнострел, конечно, в этот момент можно дать дальнострел и бомбец, и как принимать? Можно дать бомбец, она скинулась, мы плывем дальше, и бордер будет где-то там сзади. Далее. Вот отсюда лучше не принимать, потому что бывает персонаж улетает вон туда, вон, давай попробуем, Ксения, залезай, я просто попробую. А, ну сейчас шотнул, сейчас повезло, в принципе. Попробовал. Ну, бывают моменты, здесь, видимо, мы сейчас играем на партнерском сервере, и здесь, наверное, рега все-таки получше, возможно, из-за этого я ее шотнул. Обычно персонаж улетает вот сюда вот к пушке, вот отсюда лучше не принимайте, то есть либо прямо, либо куда-нибудь отошли, когда уже залезает, вот здесь вот достаете бандер свою бандурину и стреляете тогда вот отсюда, запомните то, что не нужно. Далее, можно принимать еще вот отсюда, ранее вы могли видеть, прям вот сюда вот встаем, вот вы видите то, что она плывет, да, и вот отсюда вот принимаем. Либо когда уже залез персонаж, то есть бывают и такие моменты, то, что вы выбегаете, вы слышите уже как, вот, вот забирайся, слышите звук мушкетона, и мушкетон достается. Вы уже слышите звук мушкетона, и вот здесь вот можно принять. Отсюда тоже очень хорошо, и выбивает туда за борт, либо здесь уже можно махаться начать, здесь все простреливается. Вот, и еще момент, когда вы чинитесь, стоите на якоре, и знаете то, что бордер, вот здесь вот хорошо видно, вот на лестнице, да, тем более Ксения сейчас в форме скелета, если будут вопросы, что это за скин, это просто баг игры, не прогрузился скин. Также вот отсюда вот тоже видно, как залезает. Ну и в принципе это все ходы. Ну, конечно, еще можно там с дуру упасть, и, блять, с дуру упал. Конечно, можно еще вот на этот бортик запрыгнуть, и отсюда принимать, если уж вообще не успеваете, или хотите там с козырей зайти, там, бордер ожидает вас оттуда, а вы отсюда такие бахнете. Ну, тоже как бы можно как вариант, какая будет ситуация. Ну, а самое главное это принимать вот так вот, если у вас не хватило мушкетона промазали, это дальнострел, и бомбец потом кидаете, и все. Ну, либо бомбеца нету, уже в нем дальнострел, можно не париться и бежать там перезарядить мушкетона, мушкетонам дать. В принципе, все, давайте к следующей теме. Самая любимая часть, которая может быть при абордаже, это, конечно же, мувмент на корабле. Мувмент вообще в Сиузив с такой, когда ты бежишь с оружием, что в тебя не попали, это вправо, влево, вот так вот кнопочками делаешь, еще доворачиваешь мышкой, но мышка, видите, теряется. Вот, Ксень, беги, вот АД нажимай, вот смотрите сейчас на нее, это будет предельно ясно, как это выглядит, вот. То есть сложнее попасть, вот так вот она дергается, очень сложно попасть, да. Вот, и дальше именно про мувмент. Топорные движения, топорными движениями называются те, когда ты залезаешь и такой, опа, пойду-ка я по лесенке пройду, здесь тоже по лесенке, то есть дефолтные такие ситуации, как будто ты загораешь и попиваешь кофе где-нибудь. В принципе, у тебя должно быть движение лживого мангуста, мокрого вилли, легендарного этого самого, чё я говорю. Вот, когда ты забираешься, не забывай про всякие штурвалы, вот эти вот штуки, вот сюда вот запрыгивай. У меня такое бывает, когда, например, у меня все на перезарядке просто, вот я выстрелю, например, сейчас я вам скажу, у меня нету, да, и чтобы перезарядиться, я вот по бортикам, чтобы меня тут не поймали, крутите мышкой, прыгайте. Ну тут очень легкий мовмент сжать пробел, но он работает, на самом деле, вы, короче, становитесь неуловимы. И вот так вот делаете, чтобы по вам не попали, там, если тень видели, по тени было видно, то что. У меня персонаж такой влево-право, тык-тык-тык-тык. Вот здесь можно сюда запрыгнуть, вот сюда вот забраться, тут на шлюпе ну, не множество всяких вещей, но разговор идет про то, что нужно всегда быть в движении, не нужно стоять и вот так вот ждать, там, например. Ну это как в играх, где шутерная составляющая, если ты стоишь, то ты проиграл, а если двигаешься, тогда ты в более выгодном положении. Погнали далее. Ребята, все ли знают про прострелы на шлюпе, наконец-то у нас, кстати, светло, вот этого солнышка и самое время рассказать про прострелы на шлюпе. Я уже говорил, то что простреливается вот здесь вот лестница, мало кто этим пользуется, вот здесь вот, хоба, вот это вот, да, я показывал, дальше. Идем дальше. Вот отсюда простреливается эта штука, я уже показал, отсюда это тоже все работает, как бы. Вот эта лестница тоже работает, то есть отсюда можно захитовать. Вот, Ксень, вот смотрите, ребят, вот эта вот лестница, вот это бордер у нас, да, вот я даю мушкетон и это все, ну, вот так вот простреливается, то есть когда у вас идет пвп, забейте вообще на лестнице, они вам только помогут. Например, кто-то не знает об этом и будет оббегать, им лестница мешает, а вам она не мешает, она в простреле находится. О-о-о-о, все ясно. Еще простреливается вот эта тема, Ксень, вот где-нибудь здесь стой, я вам сейчас, ребят, покажу. Например, мы черпаем туда-сюда и знаем то, что у нас бордер сверху, не нужно бежать вот здесь вот по лестнице к нему там, потому что он вас встретит. Можно вот отсюда пикнул, он там пахнул мушкетоном и вы такие, ага, перезарядка и вот отсюда можно подпрыгнуть, дать мушкетон и вот так вот нахлобуч. Но я так понимаю, регистрация попадания все-таки на этом сервере не особо работает. А вот такие вот варианты именно стрельбы на шлюпе, ребят, тут особо много ничего не придумаешь. Вау! Ни хрена себе. Сверху по нему жапнуть сквозь решетку. Ну вот решетку, да, но в принципе я это уже сказал, я думаю, этим тоже ребята будут пользоваться. Ну и отправляемся дальше. И, кстати, мне понравилась эта тема, она уже не работает. Все, полетели, следующий совет смотреть. Итак, ребят, у нас все такое статичное, потому что здесь особо показывать нечего. я это все буду, так сказать, на пальцах, на коленках объяснять. Каким бортом лучше всего играть? Мы сейчас разговариваем про шлюп, но я, конечно, затрону тему Бригантина и Галеона, потому что разные игроки у нас бывают, все играют на разных кораблях, нам, например, нравится шлюп, и про него я расскажу то, что левым бортом играют все, потому что в правом борту у нас появляется больше дыр, на левом борту меньше дыр, и ну тут, в принципе, все логично и понятно. Почему, например, на Бригантине играют левым бортом? Потому что когда сносят мачту, мачта падает на правый борт, и передняя пушка всегда попадает в мачту. А вот, то же самое и на Галеонах у него падают мачты на правый борт, и неудобно стрелять. Вот именно по этой причине. Ну, а на шлюпе из-за того, что мало дыр. кстати, здесь мачта тоже падает на правую сторону. Вот такая вот ситуация. Играйте левым бортом и будет вам счастье. Ну и, конечно, по левому борту здесь у нас находятся ядра, то есть мы здесь стреляем, да, ядр. Тук-тук-тук-тук-тук. Клавиши F, кстати, вот мы подбегаем, клавиши F вот так вот спамим, но это для тех, кто не знал. Все забираем и обратно стреляем, то есть тайминги у нас уменьшаются и мы накидываем больше-больше-больше. Если мы будем правым бортом играть, то есть мы отстреляли, возвращаемся, берем, опять бежим тут несколько километров, играйте левым бортом. Спасибо. Итак, ребят, это снова как нам нужно начинать пвп-битву. Мы всегда всплываем нос к носу кораблю и мы скидываем и мы начинаем крутить вправо, приподнимаем немного пара, чтобы у нас угол появился быстрее, когда у нас появляется угол, выворачиваем сразу, чтобы у нас пошел на левый выворот. Вот тебе и залог успеха. И все, и здесь накидываешь. Далее просто подворачиваешь себе парус, например, или наоборот ускоряешься, чтобы уйти в задницу соперника. Отъедаемся, как я говорил, да, нам попало ядро, отъедаемся сразу. Я сейчас не отъелся бананом. Вот. Ну и чугун, как бы. Показывать тут больше нечего, основа очень простая. Повернул штурвал, подвернул парус, потом подскинул, у тебя угол идет, ты стреляешь, и все. и так, ребят, извиняюсь сразу, то, что мы снимаем на партнерском сервере, здесь нету ящиков, и я не смогу показать, но в принципе это не важно. Вот у нас есть ящики, например, для хранения, для досок, для ядер. Почему именно они? Если мы будем брать какие-то златодержцев ящики или торгового союза, то они пропадут, когда вы погружаетесь под воду, а ящики для хранения, они не пропадают. И мы их ставим на борт. Вы, скорее всего, это видели или у меня на стримах, или на роликах, или там, у кого-нибудь еще, или сами уже пробовали. Ставить ящики, это никак не поглощает там, входящий урон от ядер соперника. Это всего лишь-то, когда вас гарпунят, у нас была тема про гарпун, можно поставить вот сюда вот, вот сюда ящики, вот сюда вот еще ставят ящики, чтобы гарпунили не вас, а ящики. Вот, в принципе, вся информация по этим ящикам. Думайте уже сами, ставить их или нет, будут они вам мешать, или нет, как вас там часто гарпунят. Все на ваше усмотрение, но работает это для того, чтобы не гарпунили. Поехали дальше. Очень сложная ситуация, когда вы без мачт, и ты думаешь, что же делать, потому что у тебя очень много дыр, раз вы оказались без мачт, у твоего соперника тоже, и вот вы, например, стоите вот так вот. Ваш соперник еще и накидывает, и что же в такой ситуации делать? Во-первых, вам нужно черпать, держать уровень. Забить вам доски обычно никто не даст, но если он накидывает в одну сторону, и у вас есть во второй, вторую лучше попытаться забить, потому что там будут, ну, скорее всего, маленькие дыры, и чтобы не поступало воды, еще больше их нужно забить. И вот пошли выстрелы, вот кида еще ядро. вот это уже лучше не забивать, потому что все равно будет попадать сюда, вас откидывает, если у вас здесь дыры, то нахерачивайте. Вот Ксения накидывает, нам отсюда есть шанс пострелять. Старайтесь убить, стрелять с дальнострела, дальнострел вам всегда поможет. Он, конечно, будет мансовать, даем хиты, можно еще накидать бомбицов, огонька, конечно, тоже можно накинуть, в принципе, лишним не будет, но это, если вспомнить наш прошлый диалог, это очень быстро все тушится. Смысл в чем? Нам нужно надамажить пушку. Это, конечно, не стопроцентный вариант, то, что мы выйдем из этой ситуации, я просто объясняю то, чем можно заняться в этот момент. Нам нужно надамажить пушку. Смотрим то, что нас тоже могут отфигачить в этот момент. Самое главное нам как-то выставить наш корабль. Мы вывернули, обязательно прыгаем обратно, чиним, черпаем, не нужно оставаться около штурвала. Нам могут этот штурвал нахрен сбить. Вот такая вот ситуация, ребят, мы поняли то, что к штурвалу лучше не подходить, когда у вас нету еды. Сначала отчерпать воду, зачинить нашу другую сторону, по которой не попадают ядра. Нужно отстрелить дальнострелом нашего противника, заставить его, чтобы он тоже чинился, то есть нам нужно еще успевать давать ядра. Как раз таки для этого нам подойдет 18 совет, это мувмент на корабле, потому что нужно будет делать очень все быстро. Здесь и черпать, кстати, хотел сказать вот такую вот вещь. А когда вот я, например, прыгаю отсюда, я уже выхватываю ядро, то есть у меня все уже наготове. Доска здесь, ведро здесь, это я тоже объяснял уже в роликах. Разбить также вражеский корабль, снести ему мачту, если он еще на мачте, ну уже мачту там успел поднять, и пытаться все-таки отправить на паром дальнострела. Конечно, можно загарпунить и попробовать убить, всякое разное бывает, и, конечно же, на 100% здесь каких-то советов не будет. Здесь просто аспекты, что лучше делать впервые, а что потом. Например, в такой ситуации, когда вы нос к носу, нельзя стоять тупо у штурвала и доворачивать угол, нельзя поднимать мачту, потому что вас в любом случае расшибут. Здесь уже как бы либо ты, либо тебя. И тут, ребят, сразу назревает, как чинить корабль. Мы с ведром, мы с доской, и вот у нас как раз-таки разбивается то та сторона, то и эта сторона, как я уже говорил, на шлюпе, на правой стороне больше дыр. И в зависимости, какую сторону у нас разбивает, вот в данный момент, прям, куда ядра летят, мы ее не трогаем. Запомните это. Мы трогаем только другую сторону или на жопе, куда не попадают. Куда вас, ну там идут пробития, вон туда, например, а здесь вас не откидывает ничего. Мы вот это вот забиваем. Конечно, профессионалы, которые играют, уже очень много скажут, ну что тут, очень элегантно, логичное говоришь. Есть такие ребята-новички, которые недопонимают. И вот эта информация, как говорится, для вас. Вот сюда тоже не советую выплескивать, потому что корабль качает на волнах, еще когда, по-моему, ядра дают, это еще больше становится, и можно промахнуться и случайно себе долить. Вот, например, видите, прибавилась водичка. Вот, логануло, вот тебе, пожалуйста, опять прибавилось. Лучше сюда, от греха подальше, рубану в воду и все. Так, ребят, роли на шлюпе. Нужно, например, вы с тиммейтом решили играть в море воров, и вам нужно определиться, кто на какой роли играет. Например, ну, все, наверное, хотят быть пушкарем, рулевым быть тоже очень круто, и это, на самом деле, очень сложно. У него задач больше, и нужно поставить правильный угол, и всегда его держать, это очень сложно. Так что, выберите для себя рулевой вы или пушкарь. Кто из вас отправляется на абордаж, вы должны быть взаимозаменяемы. То есть, один и другой должен уметь и рулить, и стрелять с пушки, но не должно быть такого, что, например, а давай я одну игру на пушке, а потом там поменяемся. Если вы выбрали пушку, тогда там ты играешь на пушке. Если тиммейт рулевой, значит, он рулевой. Итак, роли должны быть таковыми. Пушка, вот он взял себе ядра, кнепеля и так далее, он встал за пушку, и вот он обязан просто перестрелять. Должен, понимаете? И вот он перестреливает, перестреливает, вам, например, попадает в мачту, этим занимается рулевой, потому что у него побольше времени, вот он поставил угол, вот там настреливает дальнострела, еще попадали, ой, попали в мачту, он должен зачинить мачту, а пушкарь все накидывает и накидывает. Он должен накинуть чугун, накинуть книпель, накинуть бомбицов, чтобы там их остановить, или наоборот, чтобы они уехали еще дальше, чтобы не накидали вам еще больше. Попало одно ядро, два ядра, также рулевой это все чинит. Есть такие случаи, когда падает мачта, тогда вы уже вдвоем бежите, потому что я уже говорил, что мачта это важный такой аспект корабля, которая должна всегда стоять. все предельно до тупого просто, пушка стреляет, штурвал крутит, ну и занимается ремонтом. Я и говорю, штурвал это очень сложная тема, а на штурвале играют, наверное, гениальные люди, погнали дальше. Какое оружие использовать и почему? Все же хотят быть даблганерами, это же так круто, когда принимаешь там с мушкетона, даешь прыжке с дальнострелы, это все красиво, возможно, наверное, даже эффективно, но иногда даже помогает сабля или там тот же пистоль. Представим такую ситуацию, вот даже представлять не надо, вот у нас корабли стоят, и, например, ты даешь дальнострел в типа, а он ну не умирает, и скинуться у вас не всегда стимейтам удается для этого. Берем пистолик и пытаемся, это, конечно, возможно, не получится, только у меня не стреляют, у меня еды нету и хп нет. Можно пробовать давать пистоль дальнострел, здесь не огромное расстояние, он уже второй раз всплывает, блин. Вот для этого можно использовать пистоль дальнострел. Например, дальше, для чего используется сабля? Например, нас убили вдвоем с тимейтом, и ну просто надо вот изничтожить кровь из носа, а с даблгана не получается, всегда берите саблю, она сейчас очень хорошо работает в море, это единственное оружие, которое регает и всегда стреляет, так сказать, можно сделать вот такой вот дэш во всех врагов, вы можете их двоих зажать, или, например, ты вот отсюда вытаскиваешься, блендер не прошел у соперника у твоего, а сабля-то всегда пройдет, и ты его как отхерачишь этой саблей? Извиняюсь, но это действительно так, сабля сейчас очень мощная, и в умелых руках она, ну жесть сейчас происходит. Чаще всего играют сабля и пистоль. Из-за чего берут пистоль? Пистоль очень быстро перезаряжается. Я, например, с этим не играю, потому что к этому нужно привыкать. Я уже три года играю на даблгане, и с удовольствием бы поиграл так, но мне крайне непривычно, и не могу никак настроить себя. Итак, вот пистоль. Он, во-первых, стреляет в точку. Вот такая перезарядка, быстрая у него. Быстрее дельнострела и мушкетона, то есть вы уже навалите два выстрела, когда он будет перезаряжать один. Ну и, как я говорил, с чем вам удобнее, с тем и играйте. Можете даже играть мушкетон пистоль, если вам так хочется. Ну и, в принципе, все, поехали дальше. Ну что, ребят, речь пойдет, конечно же, про еду, про нее я уже более-менее так рассказывал, но давайте еще раз жеванем вот это вот все. Во мне сейчас дельнострел и у меня сейчас кокос. Конечно же, вы уже поняли, то, что это брать не нужно, но давайте на примере кокоса посмотрим, сколько он восстанавливает. Раз, два, и еще бананчик нам нужно съесть. Это все уходит очень много времени, а то в прошлый раз я кокос не показал, а сейчас вот показал, и вы удостоверились, то, что это ну фигово дело. Не забывайте, то, что ананас, мясо мегалодона, любое там другое мясо, например, манго можно всякое такое использовать в ПВП. Видали, сколько лута у нас? Пойдем мясо поедим. Очень важный момент это сортировка в бочках. Смотрите, например, когда мы появляемся на форпосте, у нас будут фейерверки вот в этих вот бочках. Мы эти фейерверки берем в ручку и на форпосте там оставляем. Они нам не пригодятся. Знаете почему? Потому что вот представим то, что у нас вот эта вот штука это фейерверк. И мы когда стреляем, стреляем, заходим сюда, спамим F и у нас этот фейерверк здесь. Мы не видим то, что он у нас в руке и мы его заряжаем. Потом такие видим то, что стреляем, стреляем ты полетел и все и понимаете не получилось у нас выстрелить и ядро и полетел этот фейерверк. Фейерверки убираем. Это во-первых. Дальше у нас должна быть сортировка ядер такая, которая вам удобна. У меня, например, это вот так вот. Все зажигалки я кладу вниз, чтобы их просто так не брать. Магические ядра тоже я кладу вниз, потому что здесь я всегда спамлю на F и мне лишние магические не нужны. Зажигалки не нужны. Если мне что-то понадобится, я беру отсюда правой кнопкой мыши ну или там скинул, например, бомбицы и взял себе там 5 зажигалок все с этим разобрались, да? С досками здесь сортировки никакой совершенно нету здесь подбежал на F зажал. Здесь я скидываю бананы и кокосы вверх, а всю хорошую еду я собираю вниз. Вы можете, например, поменять там. Как вам удобно, вы так и делаете. Самое главное то, что востребовано в бою, вам это нужно, у вас должно быть на виду, чтобы вы не путались там. Взяли ананас, кокос, два червяка там, ну, чтобы вот такого не происходило. Все должно быть рассортировано. Вот прям запомните это и когда начинаете на форпосте свою игру, уже начинаете делать сортировку. Это вам поможет в будущем. Ребят, бомбицы очень важная тема на корабле. Ксень, давай немножечко поближе, наверное, сгустимся. Сейчас, короче, я буду давать бомбицы и мы с вами поймем, куда, в какую область стрелять бомбицом, чтобы это было эффективно. Например, стреляем в носовую часть корабля. Полетел бомбец, пошел. У нас корабль проплывает вперед. Я сейчас заряжаю и стреляю в заднюю часть корабля. Нет, нужно где-то в центр, чтобы он более-менее останавливался. У нас еще и скелеты всплыли. Прикинь. Вот сейчас останавливает. То есть зависит все от скорости. Именно у нас поворачивает. Если корабль плывет, можно сказать, на всех парах, тогда он будет плыть дальше. Если корабль плывет медленно, тогда он будет поворачивать у нас, если в нос накидывать. Ну и вот можно еще попробовать последний дать куда-нибудь в бочину. Немного у нас подворачивает. И вот так дальнострелы еще. Посмотрели, как у нас работают бомбецы, погнали, ребят, дальше. Ну и, ребят, последнее, о чем бы хотелось сказать. Это чугун, которая самая популярная тема. Ксения, дай мне чугун, пожалуйста, такой вот хлесткий, жесткий. Я выскажусь. Вот он прилетел. Ваш тиммейт скидывает парус, уфигачивает и пытается вас поднять. Если у соперника нет угла, в принципе, он может и так попробовать, но самое главное, чтобы не шибануло его. Если вы играете соло, сразу жмете паром, ничего не ждите, уходите на паром, возвращаетесь, если можете черпануть, тогда черпайте. Если вы уже утонули, то, как говорится, вы уже утонули. Это чугун, от чугуна спасение, к сожалению, нет. Ну вот и все, ребят, спасибо большое за просмотр, надеюсь, вы досмотрели до конца. Напиши в комментариях, сколько у тебя часов, какие полезны были прям советы, возможно, будут какие-то предложения, чтобы я сделал еще подобный ролик, а возможно, было что-то непонятное, и мне стоит дополнить. На канале очень много гайдов и советов, можешь окунуться в мой канал поглубже, ну и буду ждать тебя на стримах, которые проходят на твиче, ссылки в описании. Спасибо большое за просмотр и пока-пока.